Каждый из нас чего-то боится. Кто-то высоты, кому-то становится не по себе в людных местах. Некоторые фобии окружающим могут показаться совершенно абсурдными, например, декофобия, боязнь буквы Х. Страх перед насекомыми является, пожалуй, одним из самых распространенных. Даже если вы их не боитесь, существуют такие жуки, при виде которых у вас по спине пробегут мурашки. Как и у героя этой статьи. Когда мужчина услышал шум, доносящийся от старого ведра у себя дома, он никак не мог ожидать, что может быть его источником. Но когда он заглянул внутрь, у него просто душа ушла в пятки. Попытайтесь представить себе эту ситуацию. Вы сидите дома и вдруг слышите странный шум, доносящийся из ведра на полу. Вы осторожно подходите ближе, чтобы проверить, что там внутри. И видите это. Если вы относитесь к большинству людей, при виде этого создания вам тоже станет не по себе. Перед вами. Самка-многоножки или геофил. Эти жуткие существа имеют в среднем по 27 ног с каждой стороны туловища и довольно быстро перемещаются. Так что если вы надумаете бежать при виде одного из них, не забывайте о его скорости. Возможно вам придется сменить направление. Несмотря на плохое зрение, развитые органы чувств делают их превосходными охотниками. Кроме того их яд может вызвать у человека сильную боль, отек и лихорадку. Хоть их укусы и вызывают серьезные последствия, пока от них к счастью никто не умирал. Пока. Самки-многоножек используют свои ноги для переноски и защиты своего потомства, что мы можем увидеть на фотографии мужчины. Сперва вам могло показаться, что она свернулась вокруг мочалки, но на самом деле это ее детеныши. Это даже трогательно, что такое страшное и опасное существо, столь трепетно заботится о своем потомстве. Разве нет? Самка-многоножки не единственное создание, чей внешний вид способен вызвать у вас мороз по коже. Новозеландский кузнечик, известный также как гигантская вета, может достигать невероятных размеров. Глядя на это фото, нам остается только радоваться, что данное создание травоядное. Еще одно устрашающее насекомое овод. И дело не только в его внешнем виде. Личинки этих летающих тварей способны проникнуть глубоко под кожу и питаться кровью и жиром своей жертвы до самого вылупления. Муравей-пуля выглядит не менее устрашающе, словно всем своим внешним видом, призывая нас держаться от него подальше. Хотя укус этого насекомого не смертелен, он сопровождается дикой болью, сравнимой с огнестрельным ранением. Видите зеленую голову, выглядывающую из брюха таракана. Это изумрудная тараканья оса. Выглядеть она может вполне безобидно, но не позволяйте ее внешности одурачить вас. Для того, чтобы парализовать таракана, эта оса использует нейротоксины. Когда жертва обездвижена, она питается ее внутренностями, а после использует ее брюхо в качестве гнезда для своего потомства. Да уж, встретиться лицом к лицу с этими созданиями мало кто из нас захотел бы. Но какими бы устрашающими и опасными они ни были, никогда не помешает узнать что-то новое об окружающем нас мире. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.